Купальный сезон завершился еще 30 сентября. Был он достаточно напряженным из-за жаркого лета по всей стране. Однако для сотрудников Пинска спасательной станции купальный сезон прошел в целом спокойно. Купальный сезон закончился у нас, скажем так, без происшествий. Утонувших у нас 5 человек, жителей города Пинска, все они утонули в местах, запрещенных для купания, либо в бытовых условиях. Это колодцы, ванны, в зоне действия пляжей, ЧП у нас никаких не было. Спасено 3 человека, очень много предупрежденных. И вот профилактика дала свою работу в плане того, что люди как-то более культурно начинают себя вести. То есть они меньше нарушаются, меньше выпивают на пляжах, не нарушают правила поведения на воде. За лето сотрудники Пинска спасательной станции предупредили около 2000 человек о нарушении правил отдыха на воде. А сейчас в межсезонье, когда уже выпал первый снег и температура воздуха все чаще стремится к нулю, спасатели предупреждают о коварстве первого льда. Сейчас у нас наступает период ледостава. И просто очень хотелось бы попросить граждан, чтобы они так же, как летом, ответственно относились к своей безопасности, к безопасности своей жизни, так же и зимой. То есть это первый лед, он всегда коварен. И очень много несчастных случаев происходит из-за того, что люди себя переоценивают. То есть они думают, что это было с кем-то, я пойду на лед, со мной такого не случится. Но в такой воде переохлаждение наступает очень быстро. Поэтому просто очень хотелось бы, чтобы люди соблюдали элементарные правила. Если мы ставим знак «Опасный лед слабый» либо «Осторожно промоенный», не надо проверять. Так оно и есть. В группе риска две категории граждан. Это рыбаки и дети. И одних, и вторых притягивает первый лед. Поэтому спасатели обращают внимание родителей на необходимость парфилактической беседы со своими детьми. Со мной, те, кто проваливаются под лед, это в первую очередь рыбаки. Ну и, соответственно, дети, озорники, которые, им всегда интересно попрыгать по льдинкам, по льду. Ну, пусть родители с ними проведут профилактику. То есть, чтобы родители услышали и объяснили детям, что нельзя выходить на неокрепший лед. Что у нас река, в принципе, она вроде подмерзает, но лед у него все равно слабый. Очень много промоен, потому что у нас идут проточные воды. То есть, родители должны понимать то, что похоронить детей – это самое страшное. Вот как они эту информацию к ним доведут, так оно и будет. Для того, чтобы не допустить трагедии и в случае беды вовремя прийти на помощь, на Пинской спасательной станции ежедневно проводятся учебные тревоги и спуски водолазов. Однако, конечно же, в большей мере жизнь каждого человека зависит от него самого и от его поведения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!